Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня, что произошло в Ульянской области 27 апреля. Расскажу вам далее. Я Константин Никитин. Смотрите сегодня в выпуске. Экспорт ульянских товаров, промышленные возможности и новые контракты, на чем договорилась региональная делегация в Узбекистане. Символ единения людей против общего врага, как в Ульянске обновляют подгону дупу Парка Победы. Пожарная безопасность с самого детства, как сотрудники МЧС сражаются со стихийными возгораниями в пожароопасных сезонах. Сто фантазий для детей Донбасса. Сцена небольшого театра встретила коллектив малых театральных форум из Лутугина. На второй день Международной промышленной выставки Иннопром «Центральная Азия» ульяновская делегация продолжила знакомиться с промышленными возможностями Узбекистана. Так, на территории страны появится дилерский центр товаров из Ульяновской области. Его работа поможет нашим производителям увеличить здесь продажи до 500 миллионов рублей в год. О чем еще удалось договориться в нашем материале. Вместо сувениров привезли новые контракты и знакомства. Ульяновская делегация вернулась с Международной промышленной выставки Иннопром «Центральная Азия», которая проходила в Ташкенте. Ульяновцам удалось подписать крупный контракт с компанией «Голдберт Групп», которая занимается ритейлом строительных материалов. Сотрудничают стороны не первый год. В 2022-м в Узбекистане открыли шоу-рум ульяновских производителей. Пилотный проект оказался прибыльным. За год с нуля предприниматели заработали 100 миллионов рублей. Поэтому сотрудничество решили продолжать и расширять. Ульяновская область очень хороший опыт в этом плане, потому что подобные центры позволяют объединить малые и средние предприятия, которым, естественно, в одиночку достаточно сложно выходить на региональный рынок. Мы видим, что в Узбекистане хороший спрос на российскую продукцию, как продукты питания, так и промышленные продукции. В новом дилерском центре свою продукцию разместят 20 компаний области. А объем продаж планируют увеличить до 500 миллионов рублей. Шоу-рум расширят. Компании смогут участвовать в закупочных сессиях и выставках, а также получат возможность реализовать свою продукцию через все доступные каналы продаж – дистрибьюторов, оптовых покупателей, в сетях розничной торговли и на электронных торговых площадках. Сейчас бизнес Узбекистана заинтересован в закупке сантехники, материалов для кровли, фасадов и ремонта, в автозапчастях и бытовой химии. Эти два дня прошли очень серьезные и большие переговоры с участием около 20 наших промышленных компаний на заводах таких, как УЗАВТО. Я лично побывал на этом заводе и вижу, что та номенкатура, которую они потребляют, которую они используют в производстве двигателей, вполне посильна нашим предприятиям, предприятиям Ульяновской области. Договорились, что сейчас по каждому изделию будет составлена по каждому предприятию дорожная карта, и по этой дорожной карте будем двигаться. С промышленными предприятиями дружественного государства переговоры продолжатся. В Узбекистан планируют экспортировать различные компоненты двигателя, в том числе алюминиевое литье, пружины, пластмассовое литье и вкладыши для двигателя. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Улправда ТВ Совсем скоро наша страна будет отмечать один из главных праздников – День Великой Победы. Нет в России семьи такой, где не было бы своего героя, а георгиевская ленточка символизирует их подвиги. По всей стране волонтеры начали раздавать георгиевские ленты. В преддверии Дня Победы на улицах Ульяновска начали раздавать георгиевские ленточки. Акция продлится вплоть до 9 мая. Георгиевская ленточка – это символ Победы, который объединяет всех жителей России. Стоит отметить, что цвета ленты подобраны не случайно. Не просто так, это черный и оранжевый цвет, это цвета символа мужества и доблести. И для нас эти цвета очень-очень сильно много значат, потому что в годы Великой Отечественной войны наши предки, наши прадедушки, прабабушки воевали, были мужественно, отважными. Раздают ленты волонтеры Победы, помогают добровольческие организации. Подготовили для ульяновцев больше 30 тысяч лент. Вместе с ними вручают и листовки, где рассказана история символа Победы. Георгиевская ленточка – это не символ военных действий, а символ Победы, героизма и скорби. Ее повязывают слева на груди в форме петли, банта или же зигзага. Горожане с теплом принимают полученные ленточки. Из года в год каждый из них носит ленту в память о тех событиях и подвигах героев. Георгиевская ленточка – это память и уважение к нашим ветеранам, предкам. Поэтому носим мы ее, прикалываем на грудь. С нашей стороны уже дань и память их подвигу, то, что они совершили. Ленты раздают абсолютно бесплатных в разных частях города. Узнать информацию о времени и месте их раздачи можно на сайте georgievskayalenточка.rf. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, ОУПРАВДА.ТВ. Правила пожарной безопасности объясняют с детства. К сожалению, их соблюдает не все. Поэтому количество пожаров и поджогов в этом году увеличилось в регионе, продолжит Юлия Руднева. Первая трава появилась не так давно. Однако пожары в Ульяновской области уже происходили. В Дальнем Засвияжье из-за хулиганства загорелась гора в поле. Происшествие произошло на территории микрорайона Юго-Западной, где идет строительство дороги от улицы 154-й стрелковой дивизии до проспекта Олимпийского. Строители считают, что таких поджигателей нужно обязательно найти и наказать. Ведь из-за таких хулиганов может пострадать природа, строительные объекты и люди. Мне кажется, что нормальные не будут поджигать. Это подростки, скорее всего. У них есть родители, значит, надо с них спрашивать. Я думаю, что так. Таких поджигателей ежегодно с лихвой. К тому же многие не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Статистика по пожарам в этом году неблагоприятная. Если в прошлые годы мы на нынешнюю дату констатировали от 1000 до 1500 пожаров, то на сегодняшний день уже произошло 1900 пожаров. Из них 1400 пожаров – это именно пожары, связанные с горением сухой травянистой растительности и мусора. Одна из причин увеличения пожаров, как отмечают эксперты, – ранняя весна. Теплая погода практически без осадков благоприятна для возгораний. Поэтому противопожарный режим был введен на две недели раньше, чем обычно. На территории области Государственного лесного фонда запрещено разведение костров, сжигание порубочных остатков и посещение лесов за исключением сотрудников, которые участвуют в предупреждении и ликвидации лесных пожаров. Кроме того, региону в этом году предоставлено более 95 миллионов рублей на тушение и предупреждение лесных пожаров. На эти средства закупают оборудование и обустраивают минерализованные противопожарные полосы. Также министр отметила, что почти все лесные пожары возникли по причине перехода огня земель иных категорий. Напомним, что в соответствии с противопожарным режимом, который будет действовать до 10 мая, в Ульяновской области поджигать траву и разводить костры в лесу не только безответственно, но и дорого. Штрафные санкции для физических лиц доходят до 20 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц в разы дороже. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ. В Ульяновске прошел открытый чемпионат главного управления МЧС России по Ульяновской области по пожарно-спасательному спорту, посвященный памяти Караганова Михаила Григорьевича, погибшего при тушении пожара. В турнире приняли участие юноши и девушки от 12 до 18 лет из пяти регионов. Республики Чувашия, Мордовия, Мариэл, Пензенской и Самарской областей. Всего 63 участника. Соревнования прошли в дисциплинах. Штурмовая лестница, второй и третий этаж и 100-метровая полоса препятствий. Сегодня ребята очень много установили своих личных рекордов, достижений. Также я знаю точно из соседних республик есть рекорды, даже они из своих областей установили. Так что очень сильно трудно. Победители и призеры турнира были награждены медалями и грамотами, а также памятными подарками от организаторов, в котором выступило МБУ Управление гражданской защиты города Ульяновска. Символ единения людей против общего врага. Речь о новой входной группе у Парка Победы. Ее перенесли к памятнику «Танку» и «Стри» вдоль проспекта Нариванова. К работам приступили в минувшем году. Тогда же они должны были завершиться, однако сроки сорваны, а ответственные люди долго уклонялись от комментариев. Когда ульяновцы наконец смогут увидеть готовый арт-объект, выясняла Александра Никитина. Идея установить новую входную группу в Парке Победы появилась в прошлом году. Действующее подобие триумфальной арки устарело. Конструкция, обшитая профлистом, давно исчерпала свой ресурс. Да и нынешняя парковка не справляется с наплывом гостей. Архитекторы долго работали над концепцией нового оформления. В итоге отдали предпочтение лаконичности и строгости. По задумке новый вход станет символом стремления людей к победе. Для его строительства выбрали два грубых материала – металл и бетон. И мы должны понимать, что та мирная жизнь, которую мы получили благодаря победе в Великой Отечественной войне, она далась не просто так. Она далась ценой жизнью миллионов людей и ценой страшной трагедии, которая произошла. Картину дополнят мощением дорожек. Оно будет в серо-белых-черных цветах. Параллельные линии протянутся от площади парка до нового входа. К слову, его обещали закончить еще в прошлом году. Об этом пистерят все новостные сводки. Однако сроки сорваны. Ответственные за проект обнадежили. Реконструкцию все же ждет счастливый финал. Но только в конце этого лета. Пока же раскопанная территория и спецтехника будут дополнять пейзаж просторов парка. Предварительно они сообщают, что до конца августа работы будут завершены. Стараются успеть до начала августа завершить работы. То есть план они разрабатывают своих действий, чтобы все у нас в идеале завершилось до 1 августа. Будем надеяться, что у них все получится. И очень хочу, чтобы мы с вами где-нибудь в первых числах августа собрались здесь в парке для открытия торжественно новой входной группы, новой площадки. Обещание прозвучало, журналисты запомнили. К установленному сроку будет готова и дополнительная парковка. Действующую же пока убирать не планируют. Это касается и нынешней входной группы. В дальнейшем ее хотят отреставрировать. Так кости парка сами смогут выбирать, с какой стороны им удобнее пройти к зеленым зонам или развлекательным площадкам. К слову, на них к празднику Великой Победы организуют развлекательную программу. Интересную акцию решили сделать. Нужно будет отжаться за каждый мирный день после Победы. Да, нужно будет отжаться. Я вам сейчас скажу, сколько раз. 28 489 раз. Также будет работать полевая кухня. А для ценителей моды пройдет показ в стиле 40-х, 50-х годов. Если же захочется провести время с огоньком, доступны все аттракционы парка. Их руководство старается обновлять регулярно. Рядом с каждой каруселью висит табличка с регистрационным номером. Это своего рода знак качества, говорящий о том, что развлекательная машина в соответствии с графиком проходит техническое обслуживание и совершенно безопасна. Александра Никитина и Даниил Сурков. Улправда. ТВ. Сохранять и развивать родной язык. Передавать его из поколения в поколение. Чтить и уважать традиции и культуру всех народов и религий. По таким девизам в Ульяновске открыли первую всероссийскую студенческую олимпиаду по этнографии. Заключительный этап прошел на площадке старейшего вуза региона Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова. С подробностями наш корреспондент. Читальный зал Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова полон гостей. Чтобы поддержать уникальный колорит своего региона, многие участники приехали в национальных костюмах. В феврале этого года ребята прошли заочный отборочный этап Всероссийской студенческой олимпиады по этнографии. Тогда один из старейших педагогических вузов по Волжье получил больше 600 заявок на участие. В финал прошли 60 лучших студентов из 10 регионов страны, 20 из которых учатся в УЛГПУ. Именно они и представили Ульяновскую область. Первый этап был очень сложный. Это была онлайн, конечно, олимпиада. Но собраться, поучаствовать, времени было очень мало на самой олимпиаде. Нам давали всего лишь буквально 30 минут, а вопросом было море. Но все справились, те, кто прошел. Я очень рад, что я оказался здесь. В отборочном этапе участники отвечали на вопросы в формате теста. В финальном же этого мало. Нужно написать развернутый ответ. На это у студентов есть два часа. Среди основных тем можно выделить историю этнографии, культуру и религию народов мира. Так ребята смогут прикоснуться к традициям и обычаям не только своего, но и других регионов. Каждый человек, независимо от того, где он живет, должен знать историю своих народов, народов соседних регионов. Поэтому для меня очень важно и интересно изучать. Конечно же, интересно больше изучать свой удмуртский народ. Для меня это история, которую я сама создаю в своих работах, в своих исследовательских проектах. И, конечно, я считаю, что каждый студент обязан это знать. Олимпиада рассчитана на два дня. Помимо написания самих заданий, участники смогут познакомиться с историей Ульяновской области. Для студентов подготовили культурную программу посещения музеев и тематических выставок города. Действительно, это миграция чрезвычайно важная, потому что олимпиадное движение, оно замечательное тем, что позволяет привлечь к такой замечательной науке, как этнография, большое количество участников, студентов со всей страны. Независимо от того, где они проживают, какими аспектами этнографии интересуются. Азад Идиатулов стал первооткрывателем в этом направлении. Именно он разработал и предложил концепцию Олимпиады. Идею одобрило русское географическое общество. Как итог, студенты получили отличную возможность проверить свои знания в области этнографии. До сих пор в России не было такого важного события, которое привлекало бы нас все-таки, да, к нашему вниманию, к нашему необходимости, к, может быть, соревновательному какому-то элементу, может быть, просто к возможности сравнить свои познания, которых никогда не бывает много, в такой важной именно для нашей страны сфере, как знания о народах, знания о религиях, о культуре. Имена победителей огласили на второй день. Графов Александр, студент ЛГПУ, стал призером Олимпиады. Диплом первой степени получил Максим Казимиров из Чувашской республики, а Полина Исаева из Амурской области признана дипломантом второй степени. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ. Сто фантазий для детей Донбасса. Ульяновск встретил образцовый коллектив малых театральных форм из подшефного Лутугинова Луганской народной республики. Две недели дети и их педагоги будут посещать мастер-классы по сценическому мастерству, а итогом кропотливой работы станет постановка спектакля на сцене небольшого театра. Подробнее расскажет Мадина Исмаилова. На театральных подмостках небольшого совсем скоро состоится премьера мюзикла «Сто фантазий». Юные актеры – настоящие профессионалы, которые четко следуют инструкциям строгого режиссера. Выносливости детей из Луганска можно позавидовать. Готовясь к спектаклю, участники коллектива «Росток» работают по восемь часов ежедневно. Я думаю, что мы успеем все сделать, хотя вот сроки очень сжатые. Всего за 20 дней мы выпускаем эту премьеру. И с профессиональными актерами мы работаем два месяца, иногда больше даже. А здесь вот в таком интенсивном режиме с ними работают и педагоги по вокалу, и педагоги по хореографии, и речи с ними мы успеваем заниматься, даем им мастер-классы. И репетируем, репетируем, репетируем. Проект «Сто фантазий для детей Донбасса» реализуется фондом поддержки театрального искусства «Премьера» и Ульяновским театром юного зрителя с использованием президентского гранта Фонда культурных инициатив. Для участников и педагогов подготовлена насыщенная культурная программа, которая включает в себя экскурсии по городу и музеям. Кроме того, ребята посетят спектакли регионального тюза и поддержат своих ульяновских коллег по цеху. В Ульяновске мы практически все впервые. Город очень красивый, нас здесь очень тепло встретили, поэтому детям здесь очень нравится. К спектаклю создали декорации, реквизит, фонограммы, шили сценические костюмы, а также изготовили полиграфическую и сувенирную продукцию. Спектакль поставлен по мотивам детских произведений, советских писателей и композиторов. Примерные показы мюзикла состоятся со 2 по 4 мая. Ну а в дальнейшем Росток представит спектакль «Сто фантазий» на суд лутугинского зрителя. То есть мы передадим реквизит, декорации, костюмы, постановочный план, фонограммы, с тем, чтобы впоследствии коллектив Росток мог выступать с этим спектаклем, показывать этот спектакль Малутугина и радовать всех своих знакомых и всех жителей Луганской народной республики. Большим вкладом в развитие таланта юных актеров стали уроки театрального мастерства заслуженного арсиста России Эдуарда Терехова. Участница коллектива Екатерина Марховская, несмотря на тяжелый репетиционный график, с удовольствием посещает занятия и с легкостью вживается в новые роли. Когда мы начинаем разыгрывать новый номер, мы не знаем, что там будет. И очень смешно, когда начинают дети пробовать, и я в том числе. И у нас получается так чудно. Проект «100 фантазий для детей Донбасса» в первую очередь направлен на сохранение и укрепление культурного наследия и духовно-нравственных ценностей. Участники погрузятся в мир российской культуры и театра, поработают на профессиональной сценической площадке и, безусловно, повысят свой уровень актерского мастерства. А новый спектакль совсем скоро будет радовать юных зрителей Донбасса и познакомит их с детской классикой советской литературы. Мадина Исмаилова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ. В нашей жизни есть традиции и их символы. Одни символы дарят нам ощущение чуда, другие показывают нашу любовь, а некоторые помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. А сегодня красная гвоздика – это способ помощи. Поддержите ветеранов России. Отправьте СМС с суммой на номер 2206 или сделайте пожертвование на сайте памятьпоколений.рф. В Ульяновске открылся пункт отбора на военную службу по контракту. Заключившие контракт получают статус военнослужащего, зарплату от 200 тысяч рублей, социальную защиту для себя и своей семьи, жилищное обеспечение, работа в вооруженных силах страны, настоящая работа для настоящих мужчин. 28 апреля в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Температура днем составит плюс 21 градус. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. И это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00. А также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин